Профессиональным спортсменам для тренировок нужен по меньшей мере спортивный зал и тренажеры. А спортсменам, которые занимаются зимним плаванием, нужна всего лишь река и прорубь в ней. Но и этого городские власти предоставить не могут. Из парка Степанова клуб «Пингвин» давным-давно попросили. И теперь спортсменам, которые представляют элиту зимнего плавания не только в стране, но и в мире, негде тренироваться. Маржи тренируются в этой купеле. У часовни условия для спортивных достижений совершенно неподходящие. Мало места, да и мелко. А в бассейнах навыки длительного нахождения в холодной воде не отработаешь. Татьяна Гавриленкова недавно вернулась с чемпионата страны по зимнему плаванию. Оттуда привезла две золотых и четыре серебряные медали. А еще рекорд России. На тренировках приходится привязывать себя за поиск перилом. Ведь только так можно отточить нужные движения. Я на этой резине плыву, делаю плавательные движения. Все отлично, отплавала, выхожу. Поднимается очень много грязи, так как это активное плавание. Поднимается вся муть, грязь, песок и так далее. Все, что здесь находится. Я выхожу вся в этой грязи. Приходится это все из всех мест доставать и вытряхивать. В Иванове очень сильные пловцы. Но скорее не благодаря, а вопреки. Для тренировок нужно немногое. Одна дорожка 25 метров в открытом водоеме. Теплая раздевалка с горячей водой, чтобы согреться после заплыва. Выходить из состояния переохлаждения нужно правильно, чтобы сохранить не только форму, но и здоровье. Так как условий у нас нет для этого, мы просто привозим с собой горячую воду в бутылках. И у меня поливают руки-ноги этой водой. Это абсолютно неправильно. Это вредно для здоровья. И в крайнем случае это может привести к сердечному приступу. Приходится как-то так делать, так как мы хотим и выступаем на соревнованиях. Городской спорткомитет, в отношениях с которым у моржей давно не тает лед, несколько лет назад предлагал место для тренировок у пантона в парке Степаново. Против оказались сотрудники МЧС из соображений безопасности. Да и руководство парка моржам не рады. Ну начались бюрократические препоны. В каком плане надо все это дело согласовать с МЧС. МЧС никто не согласовывает такие, потому что, честно говоря, никто не хочет на себя брать ответственность. Мы даже удивляемся, как наши девчонки, ребята тоже еще удерживают первенство. Команда Ивановской области, она из сильнейших, наверное, в России. И вот в таких условиях, может быть, действительно вот эти спарстанские условия такие вот дают. Я не знаю, но пока мы побеждаем. Но я думаю, что это пока. Зимнее плавание в нашем регионе не в чести, рассказывает Мария Людвова. Многие его из-за спорта не принимают. А совершенно зря. Заниматься этим видом хотят многие. Но даже попробовать свои силы нет возможности. Если смотреть на другие регионы, тоже там Московская область, там Ульяновск, Чебоксары. У них им выделено место. У них выделено теплое помещение, бани выделены. У них выделено место. Ну, естественно, они делают прорубь сами себе. Но мы тоже как бы можем сами все сделать. Нам дойти только место. Поднимать проблему пловцы клуба «Пингвин» теперь планируют перед департаментом спорта. Надеются они и на поддержку со стороны МЧС. Опасности обещают не создавать. Но даже пока проблема не решена, тренироваться нужно. Ивановские пловчихи рассматривают этапы Кубка мира как возможность набрать максимальную форму перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в Эстонии в марте. До главного старта сезона у них остаются состязания в Минске, Швеции и Англии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.